Мы сказали сейчас, что человек должен исправлять себя. А если я правильно услышал, что человек эгоист и вообще отталкивает всех и отвергает. Так в чём разница исправлять себя и исправлять моё соединение с другими? Что называется исправить себя, когда я исправляю все свои связи со всем человечеством, со всеми душами, со всеми килим. Это называется, что я исправляю себя, что во мне, внутри меня, нечего делать. Все мои килимы, всё, что я вижу неисправленным, эгоистическим, разбитыми, это всё как бы в моей периферии, где-то вне тела. Как мы учим в Бетшаракаванот, где находится клепот, за пределами тела. Может быть, можно дать пример, чего не надо исправлять, потому что очень путают. Чего мне не надо исправлять? Я не должен исправлять никакое свойство во мне. Я должен исправить только все свойства свои в связи с ближним. Ну, скажем, меня отталкивают товарищи, то есть отвращение какое-то. А что значит, мне не надо исправлять моё отвращение к товарищам? Ты должен соединиться с ними, развивать разные такие органы чувств, свойств, действий, когда ты соединяешься с ними. Иначе не получится. Это берёт много времени. Я знаю по себе. И всё-таки тогда ты приходишь к состоянию… Это исправление, кроме этого ничего. Творец разбил, он порвал клей Адама Ришона на куски, на осколки, и мы должны попросить, чтобы он соединился, брал нас обратно. А свойства во мне, которые не надо исправлять, имеют в виду мой характер? Ты не можешь исправить их, Творец не собирается исправлять их. Это не дано для исправления. А то, что есть у тебя внутри, то, что ты ощущаешь сейчас, это тоже следствие того, что порвались связи между тобой и другими. Поэтому ты, может быть, чувствуешь, что ты неисправлен. Но не то, что на самом деле тебе есть, что исправлять само по себе, нет? Нет, а только лишь связи между нами. Каждый, как элемент, клей Адама Ришона, он сам по себе в порядке, но относительно других, там, что происходит. Поэтому всё исправление только в объединении между нами. И если человек заботится о себе, кто он и что он, это ещё больше эгоист. Он ещё больше увеличивает своё эго. Заботиться о хороших отношениях с другими – это исправление, чтобы я был соединён с ними. Это хорошее отношение? Да. Да. Мне бы продолжить просто Эли выяснение. Пример, чтобы было конкретно. Скажем, у человека есть такой характер – лентяй. Ну, по сути своей. И вот эта ленность может вообще ему повредить. Он ленится на пути нашим. Сиди, ничего не делай предпочтительно. Но как бы не реализует свой потенциал. А есть кто-то более энергичен. Но у него нет этого. Прежде чем он выясняет, где он может реализовать себя, пусть ничего не делает. Как мы учим о Баля Суламе, когда он пишет, что все страдания в мире – это от людей, которые делают всякие дела беспричинные. Вся система природы от нас ничего не требует. Ничего. Кроме объединения между нами. Скажем, человек выясняет для себя, что делать в свободное время, связывается с товарищами. Например, скажем, вечером, скажем, есть итоги, подводит. А он ленится. Ну, чего? Он готов лучше на диване полежать. Это ведь как бы его характер такой. Ну, вот он ленивый такой. Есть такие, кто бегут к этим вещам, а есть такие, кто сдерживают себя. Есть исправление этого свойства или нет? Нет. Сами свойства он не может исправить только через подъём важности. Но подъём важности приходит со светом. То есть это исправление только через молитву. То есть Подъём важности. Продолжение следует...